Слушайте Радио Болтком Вы разъясните проблему проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Здравствуйте, всем доброго дня Начинается программа Добро пожаловаться И, соответственно, в бой, можно сказать Вступают наши эксперты Мы сегодня тоже будем отвечать Как всегда на вопросы из эфира 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 И отвечать на те вопросы Которые вы пишете нам на WhatsApp Я вот сейчас просто пытаюсь перегрузить немножко Но надеюсь, что все будет в порядке Номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 Итак, на вопросы, связанные с коммунальным хозяйством Все, что вас интересует Какие-то непонятные вопросы Может быть, претензии, жалобы Спорные какие-то моменты Председатель правления Товарищества Центр консультации Собственников квартиры Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко с нами Здравствуйте, доброе утро И эксперт с опытом организации Руководства частных и муниципальных домоуправлений В том числе и РНП Айвар Гонтарев Здравствуйте, доброе утро Айвар, пока где-то вне Айвар, еще пока Ну, будем надеяться, что присоединится Таким образом, звоните Задавайте вопросы, пишите Вопросы можно письменно тоже задавать Вот в пятницу у нас была Ну, другая программа Климат-контроль Но, тем не менее Вот затронув вопросы Изменения климата Того, насколько Сейчас Получается Сложным Действительно Платить по счетам Вот все дорожают Энергоносители И мы затронули Вот вопрос Как раз таки Реновации домов То, что В принципе Наверное, это одна из Ну, один из тех путей Которыми Нужно идти Для того, чтобы Экономить тепло Для того, чтобы Таким образом Снижать Снижать Расходы на Отопление Ну, вот Насколько У нас сейчас Вот распространение Если вот взять Например, опыт Вашего Кооператива Бака-2 Какой процент Домов Прошел Вот этот Процесс Реновации И Если вот говорить Ну, вообще Вот О Латвии Какие цифры Они Позитивные Или наоборот Негативные Ну, что подразумевает Под позитивом Негативом Если дом Прошел Реновацию С утеплением И модернизацией Системы Отопления То он явно Будет потреблять Тепла При том же Уровне Комфорта На 40-50% Меньше Чем дом Не виновит Это первый Позитив Второй Позитив Что отдельно Поскольку Заменена В процессе Виновации Основная Часть Уязвимых Мест Таких Коммуникации Водоснабжения Отопления Защищены Межпанельные Швы Утеплительным Слоем То в этом Случае Сокращается Еще одна Составляющая Это Стоимость Содержания Зданий Меньше Ремонтов Надо Это Будет Делать В ближайшие Так что Общий Выигрыш Я оцениваю Реновированного Дома Берет К 50-55% По сокращению Затрат Что Практически Полностью Перекрывает Ну Стоимость Кредитов Взятого На Реновацию Соответственно Люди Живут В условиях Сегодня Гораздо Более Лучших Чем Те Кто Не вискнул Или Не захотел Реновироваться Относительно Темпов Я могу Сказать У меня Из 27 Домов Удалось Уговорить 10 Произвести Реновацию Эти дома Уже Из 10 В 8 Они полностью Погасили Кредиты Уже Несколько Лет Назад И живут В общем В сплошном Плюсе Скажем Так Потому что За отопление Они платят Порядка На 40% За тепловую Энергию Меньше И плюс К этому На ремонт Как мы уже Говорили Тоже Надо Собирать Меньше Остальные По непонятной Мне причине От тех Условий Которые Предлагались Рами Отказались Хотя Мы каждый дом Тщательно Уговаривали Есть несколько Домов Где Есть Известные Личности Которые Отговорили Дома От уже Принятых Решений Они Отказались От уже Присужденных День Но В принципе По Латвии Я думаю Что Особенно Если Мы берем Картину Больших Городов Таких Как Рига Далгопил Срезик То Картина Достаточно Плачевная Небольшой Процент Домов Которые Реновировали И Насколько Я понимаю Условий Таких Какие Были Раньше И вообще Приемлемых Условий Больше Не будет А какие Были Раньше Условия И Что Действительно Ожидать Потому что Все время Мы понимаем Что в Европе Все время Обсуждается Вопрос Реновации Поскольку Я понимаю Что Европа Столкнулась Действительно С каким-то Тоже Резким Скачком Тарифов На Энергоносителей И Для многих Это шок И Вот Это Многие Рассматривают Как просто Спасение Как Спасательный Круг Ну В любом Случа Независимо От Цены Мы Слышали Такой Аргумент Что Вот Вы Предлагаете Вложиться В Инновации А цена Поднимется Да Она Поднялась Вот Сейчас Реальный Ответ Тем Кто Выставлял Этот Аргумент Против Инновации Ну Да Поднялась В моем Доме Стоимость Отопления Составила Сведение Где-то Порядка 60 Центров На Квадратный А в вашем Евро 50 Ну Цена Поднялась Соответственно У вас Затраты Те Кто Отказался От Реновации Тоже Поднялись А у нас Ну Мы Достигли Уровня Того Что Было До Реновации Я Могу Сказать Так Что Мне Очень Трудно Сказать Раньше Были Очень Четкие Понятные Условия Разработки Были Жесткие Правила Чему Должен Соответствовать Проект Какие Какие цели Назначались И если Ты это Выполнял То тебе Гарантировалась Определенная Сумма Денег Сейчас Же Этого Нет Сейчас Насколько Я понимаю Вообще Больше Все эти Правила Рекомендации Критерий Каким Каким Должен Соответствовать Проект Нету Выбирайте Сами А оценка Будет Потом Ну Захотим Дадим Денег Захотим Не дадим Примерно Так Поэтому Я не вижу Сейчас Особых Возможностей Для того Чтобы Поднять Людей На массу В инновации Хотя Для Латвии Это критический Момент Сегодня Особенно Когда Ограничены Не только Цена Но и Сами Энергоресурсы Ограничены И Самый Большой Сектор Который Потребляет Тепло Это Как раз таки Дома Это Не промышленность Для нас Это будет Критично Но Мы По-моему Упустили Свой Момент Примерно Какое Количество Если Говорить По Латвии Процентном Отношении Домов Которые Нуждаются В Реновации Через Сколько Лет Дом Стоило Бы Утеплять Полностью Реновировать Ну Если Учесть Что У нас Процентов Наверное 50 Жилого Фонда Советской Постройки То Вариантов Нет Это Издание Скажем С точки Звения Конструкции Они Стабильные Просто Напросто Их Требуется Улучшить Ну А Сколько Улучшили Я думаю Что По всей Латвии 2-3 тысячи Если Наберется То Это Будет Очень Хорошо А У Одного Вегасного Парабикса Обслуживание 4 тысячи А В чем Действительно Вот Такая Проблема Была У Людей От Отказываться От Казалось бы Выигрышного Варианта Я Не могу Объяснить У меня нет Объяснения Это Не Проблема Людей Я так Считаю Что Еще раз Так Система Которая Была Построена Централизирована Я имею Ввиду Типовые Проекты Которые Были Построены В Латвии Во время Советского Союза Это Этот же Принцип Работает По Квартальной Нашей Идеи И так Далее То Что построено Централизировано Нужно Восстанавливать Централизировано Это Концептуальная Ошибка О том Что Думая Нашей умной Голову Таким образом Восстанавливать Жилой Дом Они Сменились Систему Централизации На Децентрализацию То есть Что каждый Дом Когда Хочет Когда Там Еще Что-то Какие-то Факторы Совпадут Тогда Будут Его Только Восстанавливать То есть Вот Мы Имеем Через Сколько 95 Году Началась Приватизация Домов Вот Мы Имеем Всего Лишь Вот Эти Крупицы Домов Которые Восстановлены По Всякому Всяко Разно Были Удачи Были Неудач Много Неудач Было По Реновации Еще Буквально В прошлой Неделе Мы Встречались С Одним Дом Который Реновируется С 2013 Года 2013 Года То есть Почти 10 лет Почти 10 лет Да Скоро Можно Будет Отвечать Следующим Году 10 Дом Все время Его Преследует Какого-то Рода Неудач Сложный Дом Много Всего Там Исторический Центр Города И так далее Но По-любому Если вы Каждой Группе Жителей Которые Каким-то Образом Исторически Собрались В этом Доме Вы на Них Полагаете Как Государство Что они Сами С этим Справятся Но Это И есть Самая Главная Ошибка Каждый день Мы становимся Умнее И опытнее И Смотря на то Что сделано За это время Мы понимаем Я конкретно Понимаю Что Это Есть Такая Глобальная Ошибка То есть Это То Что Я пытался Донести До Политиков И 10 лет Обратно И 5 Лет Обратно И Когда Вступил На Свой Пост В РМП Что Нужно Понять В каком состоянии В реальном состоянии Конструкцию дома И по закону Обязовать О том Что Ребят При Износе Или Достижении Вот Такой Столько Это Это Уже Становится Не то Про что Можно Голосовать Или нет Это Обязательно И Таким Образом Можно Было Бы Все Восстановить Это Никуда Не Пропало Это Можно Делать И Сейчас Я В свое Время Запустил Первый Экспертиз Которые Определили О том Что Конструкции В хорошем Состоянии Домов Место Стыков Хорошие Дома Еще Простые Долго Если Их Правильно Обслуживать Дальше Вопрос За политиками Разработать Что У каждой Конструкции Дома У него Есть Срок Скажем Так Годности При Исечении Которого Дом Просто Должен Быть Восстановлен Дальше Опять То Что Мы Говорили Про Кварталы И Про Страну Это Тоже Самое Относится Типовые Решения Которые Просто Для Строителей Тогда Типовые Решения Можно Построить Завод Который Уже Вы Будете Утеплять Дом Не Так Как Это Сейчас Леса И Весь Прочес 5-6 Месяцев А Так Как В Эстонии Что 3D Модель Конкретного Дома Все Приготавливается На Заводе И Дальше Уже Монтаж Две Недели И Дом Готов Типовой Дом Типовое Решение Пожалуйста Дальше Госпрограмма Помощь И все Остальное Это следует Но Сама Концептуальная Идея То что Еще раз Так То что Было Построено Как Едино В одно Время Одинаковым Решением Решили Построить Систему Восстановления Децентрализированной То есть Нарушили Самую Логику То что И дали И Это Перекинули Полностью На плечи Жителей Вот Вы там Собираете В своем доме Ищите Кто будет Ответственный Сейчас И кто Это будет Стянуть Ну Не каждый раз В доме Может кто-то Найтись Кто-то Находится Так как Сергей Говорил Вот По практике Кто-то Просто Вот Своим Аптеритетом Задавил Всю эту идею На корне И вот Результат Сосед Платит 60 евро Центов За отопление Другой Евро 50 Да Ну Нет Демократия Она хорошая Вещь Но до определенного Время Пока мы Не Тонем Да Как Ну Это Можно Наверное Сравнить С лодкой Да В которой Появилась Пробоина Из-за того Что лодка Старая Мы все В ней Плывем И сейчас Голосуем Ну будем Закрывать Эту дырочку Или нет Или будем Все Выгребать Все Еще Плыть И выгребать Ну То же самое Мы продолжаем Жить в доме Который Уже Не энергоэффективен И продолжаем Обсуждать Будем Выгребать Эту лодку Или все Все-таки Ее вытащим Сделаем Ремонт И уже Смело Поплывем Дальше Здесь то же самое С домами Это концептуальная ошибка Политиков То есть Можно сказать Что здесь Не хватило Политической воли Для того Чтобы Смелости Принять Смелость Проблема Смелостью В чем Когда ты Уверен В том Что ты делаешь То как надо Когда ты Идешь вперед Просто И принимаешь решение А когда Тебе нет Понятия Этого вопроса Коммунальных Вопросов Я столько коридоров Оббил Там Сэйм Министерство И так далее Финмин Вообще без понятия Тесла Это министр Вообще без понятия Ну вот Мы сидим Сэйм Когда там Надвигался Кризис И много Множество Домов Грозилось Оставаться Без Отопления Из-за долгов Где у РМП Было 20 миллионов Старых долгов Которые уже Затяжные Что понятно Не взыскать 20 миллионов Текущих долгов И представители Юн Юн Как это Юн Фина Ты Сэйм Министер Ну проблем же Нету Ну проблем Нету Вот с такими глазами Откуда у вас Проблемы Вы здесь живете В Латвии В Риге Видели Что за окном Творится Что отопительный Сезон На кону И Сколько людей Долгов И Что это Проблема Каждый год Но если это Было Первый раз В год Ну тогда Можно было Наверное Удивиться Какому-то Представителю Теста Министерии Но если Это каждый год Каждый год Все релизы Каждый год Статья Что какие-то Дома Остались Без отопления И каким-то образом Это каждый год Из года В год Повторяется Это просто Ну вот Непонятие Вопроса Раз Когда тебе Непонятие На вопрос Когда ты Не влюбляешься Как чиновник Как министерство Как политики Они это не понимают Пока они этого Не понимают У них Конечно У них нету Своего видения Как это нужно сделать Нету одного Ответственного Человека Вот Чиновника Политика Все равно Назовем Одного Одного главного Который Отвечает за То Как будут Восстанавливаться Наши дома Потому что Это затрагивает 60-70% Всех жителей Латвии Ну и нету Ни одного Человека Который Был бы В ответе Который У которого Было бы Видение Как это Нужно Восстанавливать Да Просто Поставьте Мы ему Дадим Это Видение С отрасли Такего Нету И поскольку Этого нету Нету Понятия Нету Видения Нету И смелости Ну вот Вот как Цепочка Идет Вперед Ну пока Кому-то На голову Какая-то Плетание Упадет К сожалению Ну не Зашевелится Ну не Зашевелится Вот наш опыт Показывает Эстонии Вот что там происходит Корее надо смотреть На опыт Польши Чем на Эстонии Потому что В Эстонии Все-таки При всех тех Плюсах И новаторствах Которые они Применяют Там даже Самая схема Доброе Жильцов Польша В свое время Это была Одним из Инициатором Этой программы Когда она Она была Одним из Таких Мощных Игроков Которые Заставили Ерус Комиссию Принять решение О том Чтобы За счет Налогоплательщика Финансировать Частный Живой фонд Это непростая Штука Была По реновации В Польше Я насколько Понимаю Не осталось Невиновированных Домов То есть Там они Взяли И решили Эту Проблему У нас же Это отдали На отпуск Как мы говорим Демократии Государственной Программы Нету Есть программа Поддержки Но это не госпрограмма Это не цель Это возможность Поэтому я сейчас Не знаю Вообще Я не знаю Насколько актуально Говорить сегодня О реновации Когда не ясно Вообще Будет отопление Или нет Так вот Примитивно Потому что Насколько я понимаю Сейчас наша Политическая система Вместе с правительством Предлагает Предпринимает Титанические усилия Для того Чтобы Сделать Как можно Дороже Касс Или То Исходная Энергия Энергии Которую мы получим На следующий Отопительный сезон И никакая Виновация Если там будет Мегаватт Стоит Их нибудь 200-250 евро Никакая Виновация Способность Просто Я не буду Но вот тут Пришел вопрос И я понимаю Что это Точка зрения Наверное Тех людей Которые Активно Сопротивляются Вот Ну Я понимаю Там И отговаривают Соглашаться На реновацию Вопрос звучит Следующим Почему государство За госсредства Не хочет Отремонтировать Дома У людей Нет денег На выживание А уж тем более На ремонт Домов Скоро Тогда вообще Все сбегут Из лажен Неоднократно Отвечал Во-первых У вас есть Деньги На сегодня Оплачивают Бешеные Счета За отопление Есть же Они Вам предлагаются Просто эти деньги Которые вы сегодня Платите За то тепло Которое вам Объективно Не нужно Направить На ремонт Вашего дома Это первое Второе А что такое Государство Вообще Кто-нибудь задумался Это что Отдельная Какая-то Группа Людей У которых Есть Денежное Дерево Которое Возьмет Соберет Урожай И раздаст Всем Государство Занимается Одним Оно собирает Налоги И распределяет Эти налоги Среди групп Населения Вот и все И по тем Задачам Которые оно Должно Выполнять Оборона Медицина И так далее Поэтому Когда мы Государство Надо подразумевать Что это я Должен И вы Должны И тот Кто написал Должен Внести Соответствующую Долю Платежей Чтобы ее Можно было Потом Распределить Поэтому Надежда Что государство Все сделает Это другое Государство Может Организовать И принудить Выполнять Определенные Вещания Может Каким-то Облегчить Реализацию Но Она не может Взять И профинансировать Вот у нас Есть звонок Здравствуйте Здравствуйте Да Я еще раз Про лоджи И балконы Вот сейчас Государство Усиленно Хочет Нас штрафовать А почему Бы Она не могла Заняться Бездельников Этих архитекторов Сделать Типовые проекты У нас В советское время Типовые дома Ведь Каждому Здравомышленному Человеку Сделать Понятно Что если Балкон Он Застеклен То балкон В сохранности И влага Его не разрушит И осадки Ну Почему Это не понимают Только издеваться И штрафовать Умеют Ну Абсолютно Абсолютно Справедливо Это то что мы говорили В принципе В прошлый раз Сергей Да То в том что Типовые Типовые дома Типовая застройка И типовые решения Должно быть То что мы говорили Пять Пять проектов Домов На каждого Типовое решение Что идет От государства Потом реализация Уже на людей То хоть что-то Он по этому Примеру идет Да И все Это же Как раз Из них Сергей Перебил Да Ничего На самом деле Все это хорошо Просто не надо быть уверенным Что мы все это хорошо понимаем То Чему не учились Не всегда Остекление Приводит К положительному Результату Не всегда Были Есть Масса случаев Когда оно Ведет К отрицательному Результату Поэтому Я согласен Что должны быть Типовые проекты Я согласен С тем Что должно быть Обследование И те Лоджии Которые Застеклены Не по Типовому Проекту Но Они Выполняют Свою функцию Качественную Не наносят Видоздание Надо дать срок Им Определить Срок их службы И дать им Возможность Людям Спокойно Потом Перейти К уже Красоте Так Ну Это Все Вопрос У нас Личная Политика Занимается Ну Как Ну Вот Я Сегодня С изумлением Прочитал В газете Что Была Объявлена Громкая Компания Министерством Среды О том Что Будем Доплачивать Тем Кто Переходит С газовых Котлов На котлы Грануля Но Оказывается Класс Эффективности Грануля Котлов Когда ты Можешь Получить Это Софинансирование Должен Быть А3 Плюса Которых В мире Нет Но Мы Поставили Высокую Планку У нас Хорошая Цель Это Типичное Проявление Политики А потом У меня Второй Вопрос Даже Если Найдется Такой Котел Высокоэффективный Мы Поставим Его В частный Дом Который Абсолютно Не Энергоэффективен В чем Будет Эффект Понимаете У нас Везде Такой У нас Между тем Вопрос Из эфира Здравствуйте Да Добрый день Спасибо Что принес Звонок На Лачфляше Живем Нашему дому После долгих Перепетий Все таки Алтун дал Софинансирование И его отменили За неделю До войны Наша дворничих Оставшая Председателем Правления Не сошла нужным Повесить народ Почему Я подозреваю Что просто Из-за того Что сметы Такие Изменились Стоимость Материала Работ Прокомментируйте Пожалуйста Спасибо Хорошего дня Спасибо Ну Неоднократно Мы уже слышали Что Понимаете То что создал Алтун Я могу сравнить Работу Алтун С работой Агентства По инвестициям В те времена Когда мы сотрудничали Скорость Прохождения Проекта В агентстве По инвестициям Составляла Если ты все правильно Делал И поправил Где-то Ты мог От принятия Момента Принятия решения До получения Положительного решения Проходило полгода То есть Ты через полгода Мог уже вести Строительный Начинает запретить Контракт На строительную работу В Алтуме Этот срок Как минимум В три раза Дольше Чем это Обосновано Я не знаю Но так вот Получается Что те же Если сравнить Исходные данные И потом Конечный результат То же самое Что и В ЛИА Но Сроки Прохождения Проекта Составляли Это полтора Два Года Пока ты получал Какое-то Подтверждение Бюрократия Была Накручена До невозможности Естественно С войной Это никак Не связано Дело в том Что цены Скакнули Настолько Мощны Что многие Строители Просто Ты же Как В Алтуме Ты должен Сначала Утребиться Проектной Документацией Потом Организовать Конкурс Выиграть Его И потом Еще полгода Всякие Инстанции Согласовывают Хорошо Это или Плохо А за это Время Цена Уехала Так Далеко Что Строитель Просто Берет И снимает С конкурс Он отказывается От выполнения Скорее всего Это Произошло Ну и Тоже Здесь Интересно Что было принято Решение В правительстве О том Что Поскольку Всякие Также Из-за Скачка Цен Пострадают Объекты Инфраструктуры И государственные Какие-то здания Самоправеденческие Которые строятся Им позволили Продолжать процедуру Если Цена В ценовом Диапазоне Плюс 50% Плюс 50% Ну а Почему такое Решение Не можно Вот Принять На счет Алтумса Что они Тоже Могут Тогда Увеличивать Какие-то И суммы И программы Свои На Объем Этого Удорожения Если Жители Все еще Согласны Я не слышал Что Алтум Согласился На такое На счет Объектов Государственных Где Прошла Закупка Проектировка Там Нет Там В том числе Есть Где-то По каким-то Объектам Софт Принять Принять Тоже Опять Понятно Если Вы Долго Рассматриваете Происходит Скачок Цены Проект Уже Не Квалифицируется Вот Такое Решение Можно Я боюсь Что там Немножко Другая Ситуация Там Цена Настолько Могла Скакнуть Что Просто Строители Существующие Уходят А тогда Надо Делать Новую Закрылку По тем же Положениям Алтума То есть Нужно Повторять Процедура Все Опять По Новым Может быть Они Говорят Ради Бога Ребята Мы Вам Увеличим Этот План Софинансировать Но Для Того Чтобы Сейчас Опять Вернуться В Эту Риновацию Надо Будет Привезти Новую Закупку Пересогласование С банками Это Опять На Полгода А Сейчас Цены На Строителей Приходят Три Недели Больше Мы С Не Разговариваем Или Подписываем Сейчас Чтобы Мы Успели Заказать Материалы Которые Придут Через Три Месяц И так Далее Поэтому Ситуация Очень Сложная И Я Говорю Что Сейчас Я Не Вижу Даже Серьезных Ну И Потом Нет В государстве Задачи Виновируют Видимо Как-то По-другому На Щепу Перейдем Я Не Знаю Было Время Годнется Когда Предлагали В каждой Куртире Поставить Буржуи То есть Вернемся К этому Как бы Вы Не Вернулись Я Не Слышу От Государственных Деятелей А как Оно Будет То есть Вот Эта Ситуация В принципе Ведь Она Не Только Для Латвии Я Понимаю Что И В Евросоюзе Нет Литам Ну Вот Тех Программ Софинансирования Которым Можно Было Б Присоединиться И Получить Какое-то Софинансирование Я боюсь Что их Уже Нет Я боюсь Что их Уже Нет Потому Что Я еще раз Повторюсь Что Самым Мощным Двигателем Этой Программы Была Польша Польша Эту Программу Реализовал Оставшиеся Прибалтийские Тигры В масштабах Европейского Союза Вряд ли Что-то Могут Сделать Боюсь Что Там Есть Разрешение Но Уже Такого Целенаправленного Большого Финансирования Хотел Задавать Вопросы Чиновникам Если мы Возвращаемся К вопросу Про Эстонию Там Программы Начали Работать Намного Раньше Там Были Сильные Лидеры Которые Все это Тащили Вперед И Эстония Наверное Поменьше Также И Эти Хорошие Примеры Они Быстро Из-за Того Что Была Централизированная Скажем так Движение На восстановление Домов Там Были Сильные Лидеры В том числе Андрес Ядло Которого Мы И сюда Приглашали В Латвию Чтобы Поделиться Своим Опытом Он Руководит Товариществом Всех Жильцов Которые Собираются Как это правильно Сергей По-русски Собственники Собственно говоря Они объединили Все То что мы Называем Бедрик Ассоциация Бедрик Скажем так Ассоциация Собственников Многоквартирных Домов В которые Вступали Представители Одно Получалось Эта организация Настолько Сильная Что Они Очень много Домов Представляла Фактически Самое Большинство Всех домов В Эстонии И Они Открыто С политиками Говорили Вот Что вы Хорошего Можете Сделать Для нас Для Жильцов Домов Для Товариществ Мы Тогда Будем За вас Голосовать А не Будете Не Будем А там Это Количество Людей Просто Огромное Политики Слушивались Политики По-другому Все это Приоритеризовали То есть Сделали Приоритетом Из этого Все Действительно Пошло Как бы Система Была Децентрализирована Но Были Лидеры Которые Всю Эту волну Подхватили Создали Во-первых И потом Подхватили И тащили Вперед И это Прошло Из-за Множества Факторов Но В Латвии Это не Сработало В Латвии Наверное Если мы Сейчас Оцениваем Лучше Было бы То что Сергей Рассказывал Это Опыт Польши Что Все Централизировано И Вперед Без Демократии Особой Я Немножко Еще Уточню Такой Момент У Эстонского В свое время На одной Конференции Которая Была В Таллине Выступал Министр Экономики Который Заявил Эстонию Заявил Такую Вещь Что Независимо От того Будут Европейские Деньги Не будут Эстонское Правительство Будет Софинансировать Программы Реновации До 30% То есть Это Независимость От Европы Европа Шла Идет Бонус Сверху Почему Потому что По данным Эстонского Правительства Это не является Нагрузкой Для бюджета Потому что Привлечение Денег Населения Оставшиеся 70% В виде налогов Полностью Покрывает Бюджетный Расход То есть Вовлекается Получается Так Государство Докладывает 30% Вовлекается 70% От стоимости Денег Населения Эти деньги Населения Через налоги Возвращаются В казну Ну там Люди Считают А у нас Что Другая Экономика Или у нас Другие Люди Или у нас Что-то Другое Но там Люди Считают И они Считают Мы же Не слышим О том Что Виновация Дает Какой-то Налоговый Да Нет Ребята Вы Там Занимаетесь Пока Они Подают Деньги Мы Вам Что-то Подкинем Расскажу Рассказать Нашим Политикам И Показать Потому что Это готовая Рабочая Модель Финансирование Реноваться Они Посчитали Точно Что Если Дом Реновируется Чтобы Заплатить Оплатить Стройматериалы То что Сергей Говорил Работу Рабочую И все Остальное Это Больше 35% Госбуджет Получает То есть Если Не Реновируется Дом Ноль Если Реновируется Дом В казну Попадает Как Налоги Плюс 35% От Этой Сметы Которая Реновируется Ну Не Поняли Но Это Как Вечный Двигатель Если Реновировать Эти деньги Не просто В казну Пустить А Как это Обознать Что они Уходят На специальный Фонд Специально Аккаунтировать Тогда это Заново Запускается В реновации И так все время Каждый дом Который Реновируется Он Вносит В казну Плюс 35% 30% На которые Опять Заново Запускается И как Вечный Двигатель Это Независимость От Европы Эту модель Мы рассказывали Показывали И предлагали Вот ребята Вот Вот эстонцы Вот презентация Вот просто делайте Не-не Ну мы сами Мы сами Ну вот Прошло 5 или 6 лет С того момента Поездки Ничего не поменялось Ноль Ноль Ну мы Латвия Мы тоже Не голые По идеям Я могу Сказать Был В свое время Здесь Такое Общество Общественная Организация Которая Разработала Контракт Энергоэффективности Которая Позволял Привлекать Инвестиции То есть Инвестор Приходил 20 лет За счет Энергоэффективности Гасить Наши Издержки Там были Вещены Все вопросы Финансирования И так далее Все было Модель Была Готова Ну а где Модель Готова Все в министерствах Покивали Важной головой Да Шикарно Все отлично Модель Не запущена В жизни Хотя там Все было Построено На частном капитале Это был Чистый бизнес Это я не хочу Сказать Только не надо Понимать Что бизнес Это ограбление Народа Просто люди Приходили Со своими Деньгами И за счет Того Что они Улучшали Свиду обитания Они получали Свои деньги Назад Ну и Естественно Там какой-то Бонус Но это тоже Не заработало То есть И без государства Не заработало Но там Вся проблема Была в том Во что Опиралось Что должны Опять были Вещать люди А люди Очень важны Я его так мягко Сказал Что нашелся Там энергичный Авторитет Я скажу так Я скажу грубее Там где Отменяли виновацию Находился Не очень Авторитетный Но очень Громко кричащий Человек Я бы сказал Истеричный И этот человек Бегал И запугивал Всех Какими-то Ну такими Страшилками Это не в одном Домик На самом деле Ситуацию Я не знаю Я немножко Так У нас Я боюсь Олег Что у нас Уже Передача Слявается В политику Больше Чем в хозяйственный Вопрос Но Вообще Нет Авентин Как У нас Зачем Это идея Это идея Извините Сергей Это идея Про Эта Эскла Модель Она пропала Действительно Но Ее Как раз Таким Можно было И масштабировать Я так думаю По типовую Типовые проекты Разработанные Государство Могло запускать И Это было бы Обязательно И то что Я бы оставил Тогда людям На рассмотрение Если они Проголосовали Например Тогда Вы можете Другой Модель Финансирования Выбрать А если Вы Не Не Проголосовали Тогда По умолчанию Это Проект МСК Он Хорош Именно Тем Что Фиксируется Та сумма Которую Вы платите Сейчас За коммунал И все И в эту сумму Вкладывается Застройщик По Эскл Модели Он Реновирует За свои Деньги И Играет На Разнице Между Тем тарифом Который У вас Был Раньше И Той Экономией Которой Он Сэкономил То есть Получается Что для Жителей Ничего Не Меняется Они Платят Все Дом Останавливается Потому Что Экономия По Теплу Она Дает Возможность Возврата Займ Который Берет Сама Эскл Компания Прекрасно Если так Говорить Там Разница В чем Жители Если Сами Делают Проект В течение 10-15 Лет Они Возвращают Кредит И потом Вроде бы Получают Бонус В виде Сокращенных Затекло Если Мы Пользуемся Эско То Переод Возврата Свет Больше И Это Первое И Второе Что Я бы Сказал Большой Бонус В случае Эско Эско Берет На себя Все Технические Пректируют Они Закладывают Параметры И Если По контракту Если Они Не Достигают Того Что Они В своей Модели Заложили То Они Несут Убытки Здесь Очень Хорошая Вещь Была Задумана Но Никому Это Не надо Я могу Сказать Это Никому Не надо Вот Тут Пришел Просто Не связанный С этим Вопрос Просто Я боюсь Что У нас Уже Буквально Две Минутки Остался Я Проверить Дело Дома А Что Мне Делать Если Управляющая Компания Не Разрешает Их Посещать С проверкой Ссылаясь На Высокий Уровень Заболеваемости Вирусом Ковида В стране То есть Можно Или Нельзя Можно Если Выполнять Определенные Условия Если Компания Так Боится Запросите У человека Какие Листки Дело Дома Он Хочет Узнать На Какой Раздел Второе Выделите Отдельное Помещение Посадите Его Там Продезинфицируйте Помещение До и После Все Можно Но я могу Сказать и Больше Того На сегодняшний день Принятые Насколько Я понимаю Поправки В закон Что Со следующего Года Дело Дома Будет Вестись В Бисе И тогда Этот вопрос Просто Пойдет Сам По себе Аргументации Сергей Нужно Признать Изобретательные У нас Много В офисе Чихает Кашляет С Домом Дела Вы не можете Сейчас Ознакомиться Ну Я могу Сказать так Кроме юмора Я все-таки Побаиваюсь Потому что Да мы Пережили Пик Но сказать Что Вот это Вот Такое Частое Посещение Я бы Не приветствовал Но Если человеку Надо Это можно Всегда Организовать Если ты Хочешь Работать С клиентом Ты можешь Работать С клиентом Ну что же Наверное На этом Мы и завершим Сегодняшнюю Нашу программу Добро пожаловаться На ваши вопросы Сегодня отвечали Айвер Гонтарев и Сергей Сидорко Большое спасибо До следующего понедельника До свидания Хорошего дня